Сестры на протягу 10-х годов реализуют в Беларуси старожитную традицию, сгодно с какой монастыр это не только молитва и духовное остановление, но и так само адукация и культура. У его социальной деятельности есть место и мастерства, и пригожости. В рамках фестиваля православной культуры кладезь ладятся концерты, творческие встречи, духовные гутерки для детей и дорослых. А так само проводится православная выстава-кермаш, корыстных подарков и сувениров, но есть в яких ручную працу. У Гомеля гандлевые павильоны размещены на пляце у цыкаля лядового палаца. Тут можно набыть церковные товары, керамику, книги, продукты для пригожости и здоровья. Здесь на этой площади у нас представлены изделия наших монастырских мастерских, в которых трудятся и не только наши прихожане, монашествующие сестры, трудятся люди, которые попали в тяжелые жизненные ситуации. В нашем монастыре кормляет два подворья, мужское и женское. И все вот это совместными усилиями, совместными трудами, все, что изготавливается у нас, мы привозим сюда. На пляце сестер свято-елезаветинского монастыра находятся некоторые больницы, интернатов и притулков. Тут так само працуют майстерни, выработки, которых можно найти на выставе и набыть за символичный кушт. И таким чином подтримать людей, которые находятся у складанной житевой ситуации. А кроме того, духовно-осветницкий фестиваль – это творческие состречи, концерты, майстер-классы и познавальные занятки. Можете пройти по экспозиции в России Неполоцкой, написать себе что-то на старославянском языке, изучить старославянский алфавит. Здесь можно сделать себе какие-то изделия из соломки, сделать поздравительную открыточку, приобрести очень много сувениров для своих родных и знакомых. У неделю 22 мая организаторы фестиваля плануют познайомить Гомельшан с творчостью аутера и в оканалце песнь письменницы Татьяны Дашкевич. Наведать состречу, яка отбудется у областной библиотецы имя Ленина, можно бесплатно.